В игре присутствуют намеки на сексуальные сцены характера... Ааа, стой! Ой, ладно, я уже третий раз пытался поймать и прочесть этот дисклеймер, можно сказать, ну в общем. Знаете, это игра 18+, если вы младше, не советую играть. Ну, а с вами, как всегда, Клевер, как я по вам всем соскучился, аж запинаться начал, давно ролики не записывал. Меня очень давно не было, всё очень просто, почему? Почему? Правильно, потому что начался второй курс, началась практика, меньше свободного времени, плюс волонтёрство, плюс практика в рисовании, плюс заказы. Ааа, я умираю. Ну, в общем, сегодня, наконец-то, у меня выдалась свободная минутка, и мы поиграем в новеллу Дружба. Точнее, мы продолжаем в неё играть. Так как недавно вышел второй эпизод по этой игре. Так, здесь есть загрузить? А, нет. И сегодня я предлагаю нам пройти её. Капец, снова начал запинаться, это кошмар. А мы заново? Блин. Ну, тогда я вернусь к вам, когда мы уже перейдём к тому месту, где мы остановились. Итак, вот тот момент, где мы остановились в прошлом ролике. Так. Что ж, это приключение я вряд ли быстро забуду. Спокойной ночи. 25 октября. Нифига себе, как мы быстро перепрыгнули. С 11 сентября на 25 октября. Вот бы у меня так проходил учебный год. С бомбудильника. О боже. Как в этом число? А, точно. Вчера было 24, значит сегодня 25 октября. Мой день рождения. А-а-а. Зачем я вообще проснулся? Родители всё равно не приедут. И в школу, если честно, не так хочется. Как я тебя понимаю? Сам просыпаюсь. Так мне хочется идти в технику. Ах, а надо. Эти лицемеры дадут мне маленькую коробку конфет. Прямо как в первом классе. Поржут и забудут. Но, хотя какая разница? Учёба важнее. Ну, это правда. Ладно. Я с недовольством выключаю мелодию, разбудившую меня. Я уже накрасился, можно пойти поесть. Я буду коктейль. Ох. Когда я уже появилась, собрался одеваться, я слышу короткий пилик из своей комнаты. Вау, неужели папа решил себе написать мне? Я очень удивлён. Почему? Я не знаю, мне отец каждый день пишет. Как и мама. Не торопясь, я дошёл до спальни, подошёл к кровати и разблокировала телефон. А, это он. Тайлор решил поздравить меня. Кто не помнит, Тайлор, это тот его новенький друг. Такой рыженький весь. После нескольких дней нашего знакомства мы взяли телефоны друг друга. Сколько он уже успел написать мне за пару недель? Так, Тесс, поздравляем, лучший друг. Я желаю тебе счастья, здоровья и удачи во всём. А ещё, чтобы этот год прошёл для тебя как можно более удачно. Чтобы на тебя яблони не упало. Ну, а вдруг, это шутка. С Дорен. Со смешанными чувствами я читал сообщения. Я не понимаю, зачем вот эти смайлы. Просто мне пишут некоторые люди и постоянно их используют. Хотя они вообще не к месту. Я не понимаю. Тесс, поздравляю тебя, ты мой лучший друг. Я желаю тебе счастья, здоровья и удачи во всём. Но это мы читали. А ещё, чтобы этот год прошёл для тебя как можно более удачно. Чтобы на тебя яблони не упало. Ну, а вдруг, это шутка. Здоровье. Да. Чудак. Неправду он захотел тебя просто поздравить. Чё сразу чудак-то? Даже присутствует ощущение, что он написал это, чтобы позлить меня. Почему? Ладно, вряд ли этого он хотел. Все эти дни он так нелепо, но заботился обо мне. Но Тайлор всё время лезет обниматься и постоянно извиняется. Сука, Тайлор, описывай не меня. Это, конечно, не норма. В смысле? Лучше не влезать. Мне тоже нравятся обнимашки. Я тоже постоянно извиняюсь. В смысле не норма? Я не понял. Я чё, по-твоему, псих? И вообще, почему я думаю о нём как о чём-то большем, чем о кукле? Нормально. Я не должен ни с кем сбежаться. Так, я стою на остановке. Снова парочка людей косится на меня. Может из-за стрелок, может из-за персинга. Я гордо прохожу мимо них и сажусь в автобус. Так, ну, мы едем. Вау! Вау! Прямо на 360 поворачивает. Так. На полный запах я... На, на потный запах я стараюсь не обращать внимания, но делать это сложно. Это да, я сам не люблю автобусы из-за этого. О, стоит, стоит. Тесс, ты пришёл! Да-да-да, спасибо большое за поздравление, которое ты мне отправила. Но я не понял твою шутку с яблони. Ну, я не умею шутить. Ну, нормально, мы поняли. На первом уроке ничего не произошло. Боя. Я извиняюсь, я просто немного пугаюсь в таких 3D-гардинок. Я не знаю, почему. Мне как-то показали одну гифку, где какой-то странный гуманоид 3D. Я не помню, видели. Не знаю, видели вы её или нет. Лучше не видеть. Там, где какой-то странный гуманоид сначала по пояс, а потом он вылезает просто тебе словно через экран. Я не знаю, меня эта гифка пугала, как она появилась. Не кидайте мне её. Тайлор, ты обещал познакомить меня со всем классом, так ведь? О, мы сейчас других персонажей узнаем. Да, пошли к тем ребятам. Сейчас на экране появилась шкала репутации. Она как Линдер. Выбирать ответы для одноклассников с умом. Также вы всегда сможете вернуться назад, если не хотите получить ту или иную концовку. И напоминание. Все ваши выборы, кроме тех, что стоят перед пасхалками, оказывают влияние на то, что будет в конце игры. Это примерно, знаешь, как в новелле. Загробный офис. Там тоже всё зависит от ответов. Компашка при ней стояла у входа в класс. Некоторые посмеивались, а другие болтали между собой. Я бы ей... О, Тайлор, привет, чего тебе? Опять собираешься выпрашивать день? Нет-нет, слушай, а ты уже знаешь новенького из нашего класса? Он крутой, да, очень. Хотите познакомиться? Надежда на то, что Тайлор умеет контактировать хоть с кем-то удивляет. Почему? Чувак. Ладно, ты новенький. Мы тут кое-что обсуждали. У тебя есть девушка? Сорай, конечно, очень красиво соврать, да. Сказать правду. Нет. Ну и что мне его сказать? Нету. Что, в смысле? Ахаха, лошара, катись отсюда. Сейчас я тебе, блядь, устрою лошару. Это что за отношения? Головой о парту и пошел вон. Надо ли мне оно вообще? Нет. Правильно, тест. Забавно лишь то, что, зная они о моем статусе, повели бы себя по-другому. Пошли к тем девчонкам, они две лучшие подружки. Так, самые популярные в нашем 10-м Б. Это 10-й? Привет, Агата. Привет, Юля. О, Агата красивая. Приветствую, дамы. Чего? Это ты так подлизываешься? Чего? Это же красивые фразы. Я сам их употребляю. Я же... Я лишь проявил вежливость. Поздравляю, вы не прошли игру ни на одну из концовок. Вы стали изгоем. Тут вам даже Тайлор не поможет. Почему? Ладно, сейчас мы еще раз зайдем. Мы попробуем как-нибудь по-другому. Я не знаю, почему. Так, мы вернулись к тому, скажем так, тесту. Нет, на всякий случай сохранился, чтобы, если что, возвращаться. Это пипец, почему? Так, вот они, эти два чурбана. Компашка, та-да-да. Есть ли у нас девушка? Они задавали нам вопрос. Так. Ну, давай, да. О, ха-ха, она тебе скидывала фоточки. Такие, ты понял, нет, я не понял. Э-э-э-э... Тут, видимо, только ложь. Да. Покажи! Нет. Есть внука назад? Вот. Прекрасно. Сказать правду. Нет. Ахаха, лошара, катись отсюда! Да здесь есть хоть один выбор нормальный-то. Я не понимаю. Допустим, соврать. Ладно. покажи ты перешел все границы у вас с ней все серьезно но не настолько иди лесом тебе какое дело сколько насколько у нас все серьезно с моей несуществующей девушкой у нас как бы все личные личные тёрки не лезь надо ли мне она вообще нет забавный что что зная не о моем статусе повели бы себя по-другому ну ладно там далее две подружки которые не приветствуют вежливость привет а ты мне нравишься ты мне нет так сразу жаль что ты такой недалекий еще и некрасивый пока я не люблю таких людей вообще которые мы лишь бы опозвать и все как бы они повели себя якобы круто вау ты такой недалекий некрасивый все иди лес это сука не культурно нельзя так нужно логичное общение можно сказать вежливая ну ладно может быть это я ищу ребенок не расстраивайся т.с. еще есть есть еще надежда на 9 класса там все такие классные я был девятом классе у нас весь класс был прокурен вейпами мне там сидеть было вообще неудобно и неловко я выходил каждую перемену надеюсь надеюсь что там не так как в параллели десятых с которыми мы говорили несколько дней назад еще хуже нашего класса мы с кем-то говорили удивительно урок уже закончился мы с аллером идем по этажу пока не кто-то так ну и кто это пока в тайлера в тайлера не врезался парень с каштанами волосами его и раньше не видел талор обнял этого парня привет давно не виделись в голосе талора было слышно ярко явная радость и восторг что это парень когда рыжий отошел от незнакомца он повернулся ко мне знакомься тесс это джонни наш одноклассник и мой друг мы знакомы с детства ооо мне кого-то напоминает из аниме я сейчас не вспомню это вроде бы с наруто тут повязки не хватает и не помню не зови меня своим другом той той раз это шо за такое видимо джонни не особенно джонни не особо не особо нравится тайлор я уже запинаюсь после учебы пришел только ну ладно наверняка еще общается с ним только из-за личной выгоды знаете мне чуть-чуть но жалко этого рыжего хотя честно обычно таких как он мне меня в дрожь бросает безответственно паренек который не ухаживает за собой а хорошо извини джонни это тесс новенький и у него сегодня день рождения что за тупицу зачем говорить это человеку которого я вижу в первый раз а почему нет а почему собственно и нет ну привет стес здравствуй вообще не видел тебя раньше я тебя тоже сидишь там как мышь серая наверное ладно не смею задерживать и те час на вас прямо честно держите не будешь не не знаю мне мне не нравится когда на меня вот так вот язвят бы куют вообще не люблю такое мне нравится нормальное светское общение так до встречи джонни еще увидимся джонни ушел слившись толпой других старшеклассников не беспокойся он всегда такой я бы с ним не общался так мы с аэлором подошли к девушке которая стояла в сторонке от остальных компашка девятиклассниц неподалеку что-то яростно обсуждали наверное опять эти девчачьи разговоры по типу что мне надеть завтра с кем мне пойти на свидание так далее знаете вам 16 17 лет какое свидание я не понимаю почему дети так быстро взрослые в наше время ой приветики тайлор как обычно неужели он со всеми так общается о какая прикольная привет тайлор кто с тобой от эти девятиклассница с темными кудрями волосами с глубокими серо-коричневыми глазами я не знаю но мне нравится ее дизайн это мой друг интересное имя здравствуй начнем с очевидного как тебя зовут стараясь казаться как можно более обаятельным и вежливым спросил я одежда на девушке явно дорогая она из влиятельной семьи может пригодиться может салли филипп салли кромсали так приятно познакомиться с салли филипп ну хотя странная фамилия ну ладно у каждого свое просто салли тесс не обращайся ко мне так официально как скажешь кстати у него сегодня день рождения боже зачем он озвучивает это мне его не понять почему это же прикольно я вот например вообще не помню как мои дни рождения проходят с ним рождения тесс спасибо далее диалог совсем не вяжется это может плохо закончится для меня салли не могла бы ты дать мне свой номер номер так быстро сказав эта девушка будто немного улыбнулась но настолько незаметно что даже я был не удивлен не уверен хотя я многих людей повидал и должно бы и должен был это заметить давай свой телефон а черт похоже я слишком сильно задумался выглядело это нелепо почему конечно держи почему некоторые думают что их действие нелепы что их слова глупы неправда говорите что хотите главное чтобы это не задевала чувство других и все и чтобы это было в тему а так все хорошо я я протянул есть свой дорогой телефон в надежде что сали его не уронит или еще что то нет телефон не так сильно важен но там все мои данные не очень-то и хотелось бы потерять их из-за какой-то девятиклассницы из-за какой-то ох да и вещи меня учили беречь она быстро набрала в моем телефоне свой номер и записала его как стали филипп девятиклассница так это так на всякий вдруг у тебя будет и не одна соли ой а тут несколько их теперь она точно улыбнулась даже не улыбнулась а усмехнулась надо мной знала бы она мы в статусе говорила бы со мной по-другому ну не важен статус не важен важно то как ты себя ведешь важные твои это поступки скажем так умение ну проще говоря характеристики и все там статус не статус не важно хотя это еще один фактор подтверждающий то что она из к из какой-то влиятельной и богатой семьи раз позволяет себе общаться так она же не слепая вроде прекрасно видит как и одет мой телефон поэтому можно понять статус если она сама разбирается в этих вещах ладно черт с ним нам сейчас времени думать об этом а нет сейчас времени думать об этом просто и уже запоминаю урок скоро урок скоро нужно возвращаться в класс спустя несколько уроков этот учебный день наконец подходил концу я достаточно устал сегодня не дай бог мне тайлорд предложит сходить куда не прогуляться это с не хотел бы ты сегодня пойти куда-нибудь в честь своего дня рождения ну и куда тар колебался секунд 10 прежде чем сказал давай пойдем ко мне в гости чего серьезно надо все взвесить первое он явно бедный отмечать селень отмечать день рождения у него не очень здорово из-за этого еще интереснее после общения с ним не стало любопытно какое жилье у таких что за отношение можно сходить к нему лишь затем чтобы в очередной раз убедиться что я успешен и шансов на выживание у меня намного больше так подло это или нет какая разница я всего лишь становлюсь еще ближе к смерти в этот день почему это вообще надо праздновать идем можно исходить талор резко приободрился выглядело это так будто он ждал этого дня нашего знакомства что-то мне не нравится эта улыбка возможно так и есть главное то что тайлор не выглядел опасным как говорили ранее как говорил ранее многих людей я повидал ура во сколько встретимся возле школы я тебя провожу оттуда до своего дома что-то мне вообще это не нравится ванна в 5 возле школы лох мне нравится эта надпись напоминает школу так вот мы уже идем до дома тайлора тэс он опять не стесняясь смотрит не в глаза а ты понравилась тебе салью чему этот вопрос да так тэлор отвел взгляд ты извиняюсь ты в нее случайно не влюбился что нет сдалась мне это а почему это я вдруг должен оправдаться перед ним я замолчал он тоже что-то мне не нравится это ой я не слушала просто застыв в шоке я смотрел на это как можно жить таких условиях стены казалось бы еле выдерживали крышу этого дома он был таким маленьким что а еще и джонни с нами живет ну знаешь дом на две семьи у еще у нас кухни и ванны общие это прям общага тайлор наверное поняв что говорит слишком много замолк я оказался в еще большем шоке как он может жить тут заходим моей мамы нет дома и не будет часов до двух ночи надеюсь понял а джонни это все кого мы можем встретить это дверь знаете как дверь в холодильниках к морозильной камеры можно сказать мы зашли внутрь тут очень сыра на стенах очень много паутины что ж мне все еще интересно вот наша с мамой спальни большая металлическая криво покрашенная и не вызывающая доверия дверь пошли что-то мне не нравится дверь доллар открыл дверь да то что было за ней никак не отличалась от того что было снаружи тоже много паутины тоже потолок с которого падает штукатурка но зато на полу лежит обрывы ковра будь как дома сказал товар нервно оглядываясь так зачем ты меня пригласил на свои сбережения я недавно такое купил опа что это такое сомневаюсь что вот эта музыка играет хорошая мы прошли к нему в комнату одна из стен была обклеена распечатанными в типографии плакатами на остальные видимо денег не хватило смотри это русская песня понять не могу рука тэра потянулись к веревому ящику но почти сразу резко отдернулась что там 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 наверное журнал 18 плюс и тому подобное он же пятняк мог бы хотя бы сперятать помадежнее нормально ящики ящики ниже произнес стайлер пока его рука не потянулась уже к правильному ящику вот что такое это была игровая приставка успел схватить по акции чуть меньше 800 рублей знаешь как долго я ее я копил мне это вообще не важно ну давай играть по очереди ты первый так нажимать на фигурку которую хотели поменять местами давай а это мы правда будем играть ну давайте о мы играем так я не понимаю смысл этой игры но и что-то пытаюсь жмякать вот это что еще тут можно замкнуть я хочу что-нибудь пожмякать о так и доска до каких пор нам надо играть в это мне другой вопрос какова цель этой игры или это просто чтобы время убить уходя все игры чтобы время убить ну да ладно так где еще я слепой и не вижу а вот так так а мы все абсолютно можем а нет только которой прям правильный видимо да да там парапа 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 там он парапа пара пара парапа так но я видимо я вижу тут ходы а это секунды давайте играть чему нет пока время не кончится так ну вот это вот это чё ещё где вот глаза разбегаются так ну а вот вижу а дальше а дальше не знаю так ну ладно 5 секунд 3 2 1 я извиняюсь все еще немного позже болеют самая глупая из тех игр в которые я играл а мне нравится тут кнопочный телефон тайлора пропиликал он взял его и прочитал по-видимому сообщение как будто я разбираюсь в этом стрие так с успока он поднял на меня глаза охрипшим голосом сказав слушай тебе надо идти выгоняешь меня я смотрел на него свысока ма рыжий не мог выговорить это слово на ма что ж раз все же выгоняешь я извиняюсь я теперь понял что за пугающие картинки в предупреждении художнику без обид просто я немножко испугался по сути домой не про по пути домой не произошло ничего интересного разве что мы пересекались джонни он шел в противоположную мне сторону то есть туда откуда я только что вышел по-видимому тайлора не соврал а рядом с ним шла худая женщина средних лет мать этого невоспитывая губ гада джонни это его мать они вообще не похожи и еще одна женщина а вот это уже крупнее рыжие с носом картофелиной это мамочка тайлора сегодня познакомился с одноклассниками познал жизнь бедных еще раз убедился своем совершенстве признаю временами мое чувство собственного достоинства переходит границы спокойной ночи что за высокомерие я не понимаю как бы мы все равны а все ну что ж всем спасибо за просмотр всем спасибо что вы все же до сих пор со мной несмотря на мое долгое отсутствие еще раз извините аск уже в полном процессе как бы все рисуется уже кадры готова сценарий готов скоро все будет просто надо времени ну что ж всем спасибо за просмотр и в группе в к будет голосование на прохождение новой новеллы там будет frostbite что там еще есть я не помню вдруг питера парень your boyfriend да твой парень нет почему-то его страшно проходить из-за того что я толком не знаю английский язык но если эта игра выиграет то мы пройдем ну что ж с вами был клевер всем спасибо за просмотр и всем удачи всем пока